Приветствую вас всех! Евангелие Иоанна, 13 глава. 34 стих. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Заповедь новую даю вам. В нашей церкви очень много, очень часто звучит проповедь о любви. Это очень хорошо. Я очень люблю на эту тему слышать, говорить о любви, божественной любви. И здесь мы читаем, Христос говорит ученикам, незадолго до Голгофы. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Господи, вопрос. А у нас же есть заповедь эта. Был ли у них этот вопрос? Не записано. Но на то и ученики, и учитель. У нас есть сегодня вопрос. Правильно? Ведь у нас есть заповедь. Возлюби Господа Бога Твоего. Первая заповедь. Вторая заповедь. Люби близнюю Вас Свою, как самого Сиба. А это что? Новую заповедь даю вам. Разница есть? У нас вопрос есть? К этому есть. И чтобы нам понять, что такое новая заповедь, новую заповедь даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Теперь давайте посмотрим, что такое та заповедь, которая была. Любите ближних своих, как самого себя. Много есть написано в исход, в левит, есть во второзаконии. Наверное, сюда пойдем, во второзаконии. Мне больше понравилось. Там больше перечисляется. Что имеет в виду заповедь? Люби ближнего, как самого себя. Что значит эта заповедь? Пятая глава. Несколько стихов. Семнадцатого стиха. Пятая глава. Второзаконии. Послушайте. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на близнего твоего. Не желай жены близнего твоего, не желай дома близнего твоего, не поля его, не раба его, не рабы его, не вала его. Не осла его. И много было перечислено потом. Не всего, что есть у близнего твоего. А теперь давайте римлянам читаем тринадцатую главу. Девятый стих, может и десятый. Смотрите, то же самое. Меньше перечисляется. Ибо заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И опять много не перечисляет, а также продолжает. И все другие. Заключается в всем слове. Люби ближнего своего, как самого себя. То есть все, что имеет близний мой, это чужое для меня. Я не могу пожелать. Все то, что у него есть, не мое. Я не могу пожелать. И все, кто есть у близнего, мы перечисляли. Не пожелай. Таким образом, сохраняется все то, что его, близнего, все его имущество этой заповедью. И этим самым, это не мое, я не могу пожелать, я не могу посягнуть. Я этим самым исполняю заповедь. Люби ближнего своего, как самого себя. Вот в чем заключается эта заповедь, которая была в Ветхом Завете. И даже вот, смотрите, мы прочитаем. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Это то, что было сказано народу израильскому. И еще раз. То, что принадлежит не мне, не могу пожелать. То, что принадлежит ближнему, тот, кто принадлежит ближнему, я не могу пожелать. Это мое отношение к ближнему. И этим самым вот римлянам говорит, это документ. Это и есть в одном слове исполнение этой заповеди. Люби ближнего своего, как самого себя. А Господь нам здесь в Евангелии говорит новую заповедь. Да и вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. И в чем теперь эта заповедь? А сюда теперь нам нужно на эту заповедь и ориентироваться, потому что нам она и дана. И сразу я скажу, что та, которая, она не отменена, заповедь, которая возлюбит ближнего своего, как самого себя, она здесь включена. Сюда, вот в эту новую заповедь. Итак, Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. 15 глава, 12 стих и 13. Здесь немножко конкретней. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот смотрите, какая большая поправка. На нее обратите внимание. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Та заповедь, которая была, люби ближнего своего, как самого себя, все то, что его, это не твое, не посягай, не пожелай. А здесь заповедь отдай. Новую заповедь даю вам, отдай. И самое большее, что ты можешь отдать, жизнь свою, за ближнего своего. И вот так он и говорит. Сия есть новая заповедь. Я даю вам новую заповедь, чтобы вы любили так, как я вас любил. И если мы посмотрим в нашей обычно 13 главе послания Коринфянам, я все перечислять не буду. Первое послание Коринфянам, 13 глава, тут перечисляется, что имеет в виду заповедь. Заповедь это новая. Заповедь новая, еще раз говорю, что я должен отдать, от себя отдать, пожертвовать. Что я могу пожертвовать, что я могу отдать. И я все не буду перечислять. Любовь долго терпит, милосердствует. И другое. Все, седьмой стих. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит. Чтобы не все перечислять. Я хочу, чтобы мы поняли, что вот в этой заповеди новой, которую Христос дает ученикам, Он дал ее нам, мы исполняем любовь друг к другу, вот эта заповедь, если мы готовы отдавать от себя. И это у нас работает. Если не всегда, но работает. Если человек меня обидел, могу я его потерпеть? Кто-то нет. Но я должен потерпеть. Почему? Потому что я его люблю. Если я не люблю, я сразу в справедливость вступаю. Где тут эта честность? Это должно вот так. Или я милосердствую, я от себя, я жертвую. Он не понял меня, он что-то не так правильно сказал. Я буду милым к нему или к сестре. Бывает так, когда, это в моей практике, я бываю неаккуратен в слове и подхожу, потом совесть меня судит, подхожу к брату или к сестре. И я не так сказал. Прошу прощения. И брат говорит, да слушай, я не обижаюсь на тебя. Оно его даже не коснулось. То, что меня осуждает, я ему не так сказал слово. Неаккуратно. А его это не коснулось. Почему? А он любит меня. Любовь все покрывает. А 1 Петра 4 глава 8 стих. Множество грехов покрывает. Как это все понять? Моисей, 32 глава, исход. Незадолго только из Египта. И Бог говорит, такой жестоковынный народ. Посмотрите, как он говорит Моисею. Он Моисею говорит, отойди. Неправильно. Оставь меня. Мешает Моисей. Он говорит, оставь меня, я его уничтожу, этот народ. То есть, проходит народ израильский красную черту. Но Моисей, если б не ты Моисей, он говорит, оставь меня. Бог говорит Моисею. А Моисей стоит, прости им, в этой же главе, 32 глава. Он говорит, прости им грехи. Посмотрите, что он еще говорит. И если не так, изгладь и мое имя из книги жизни. Ого. Это слишком много. Что это значит, Моисей? Ты стоишь за народом, а если бы не Моисей? Должен быть уничтожен этот народ. Если бы кто-то другой был бы на том месте. Но посмотрите, как он стоял за народом. Какой? Он столько огорчал Бога. Непослушный был. Вот только что вышли из Египта, прошли через воду, видели спасение, руку Божию. Моисей ушел на гору, тут уже вот они сделали себе идола. И Бог говорит, оставь меня. Моисей жертвует собой, даже, говорит, если ты не простишь, прости им. Он его упрашивает, и он его упросил. И Бог оставляет. Вот это уничтожение, наказание. Он говорит, что да, я тех, которые согрешили, я их изглажу из книги жизни. Но если бы не Моисей, тогда народ израильский весь должен быть умереть. Бог просил его, оставь меня. Но спасибо Моисею, народ израильский продолжает дальше. И еще долго будет огорчать Бога. Но Моисей его тогда упросил. Он отдает о себе, он говорит, даже я готов. Тогда из книги жизни твоей там, и мое имя изгладь. То есть, вот эта любовь не получается у Моисея по-другому, как только просить, умолять, стоять в защиту, стоять в проломе. И руководим мы Моисеей любовью вот к этому жестоковынному народу. Христос находится на небе, престол, все величие при нем, но любовь его двигает на землю, до Голгофы. Если бы не любовь Христа, он бы сюда не пришел, на землю. Выкупленный дорогой ценой. То есть, любовь, она жертвует. За любовь платить я должен. За мою любовь к человеку я плачу. Я так образно говорю. Христос, Он приходит сюда на землю не для того, чтобы царствовать, потому что любовь Его ведет. Я, говорит, я пойду. Он Отцу говорит. Я пойду. И Он себя не заставляет, а любовь Его двигает сюда, на землю. И Он покупает нам спасение. Мы куплены дорогой ценой. И это цена Его любви. То есть, не потому, что мы Его любим, а потому, что Он нас любит, Он от Себя жизнь отдает. Вот тут Он и говорит, что сияя есть новая заповедь, вы должны теперь любить друг друга. Слово ближнего, это намного шире. Друг друга, это ближе. Семья, церковь. Вы должны любить друг друга, как Я возлюбил вас. И когда вспомните церковь, прилежно молится, Петр находится в тюрьме. Ангел приходит и его освобождает. Не понял Петр ничего. Пока не вышел из темницы, по городу идет, понял. Он приходит туда, где молятся, и они ему не могут поверить. Вот что значит не оставлять друг друга. Или же, в то время, когда арестовывали апостолов или просветеров, служителей, что нужно было взять? Разбегаемся по домам. Нет. Почему они все, как раз тут все собирались? Почему? Вот эта любовь двигала их. И они не могли оставить Петра. Петра взяли, арестовали. Что нам нужно делать? Они правильно сделали. А может быть, и пришли бы туда, и их арестовывали. Так это было, было и так. Но любовь их двигала. Нет, не могут они сидеть дома. Любовь двигает. Кому? Друг к другу. И к Петру. Они пришли, собрали все вместе и прилежно молились. Вот она, результат. Я помню, когда, мало мне, 5-7, не помню, сколько, 10 лет было, моего папу тоже арестовали. Многих братьев арестовывали одно время в нашей церкви человек 11 сразу. Просто им нужно было разрушить служение. Но в то время, когда братьев забирали, нам неприятно было смотреть. Я помню, когда папа уходил, он смотрел на нас грустными такими глазами. Ему говорили, да ты сейчас останешься здесь, все твое с тобой. Нет, нужно уходить. И когда письма туда посылались, когда молились за них, они потом, братья, приходили из УЗ и говорили, что когда мы шли на допросы очередные, мы знали, что с нами Бог и что вы с нами, вы молились за нас. И вот эти письма или же посещения, они их так сильно ободряли. Не можем мы их бросить, это все наше. Почему? Мы любим друг друга. Так это было в Смирнской церкви. И апостол Павел, он поощряет Фессалоникийскую церковь. Он говорит, мы в скорбях находимся. И когда Тимофей пришел и говорит, это третья глава, первая Фессалоникийцем, он говорит, что когда мы услышали о вашей вере и любви друг к другу, результат того, он говорит, мы живы. Видите, как это сильно работает, отношения друг к другу, это очень важно. А что, если ее нет в любви? первое послание Иоанна 3, 3 глава, 14 стих. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. Кто не любит брата, он не знает Бога. Кто не любит брата, тот не знает Бога. То есть он не рожден от Бога. И еще, мы очень много делаем. У нас, как объявлено было, что где-то больше 40 у нас отделов. Это очень хорошо. То есть, настолько у нас организовано наше все в церкви, слава Богу. И чтобы оно работало, нам нужны отношения. Нам нужны отношения. Или же, как мы опять к той 13 главе первого послания Коринфянам, когда обращаемся, что если я что хочешь делаю, а любви не имею? Что это такое? Давайте опять к ней пройдем. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Посмотрите, понятно, что мы часто читаем эти места, и это очень хорошо. Я, второй стих. Так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. И третий стих. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Человек делает, даже жизнь отдает. Без любви нет в том никакой пользы. то есть царю Вавилонскому было написано на стене, что ты взвешенный на один легким. Это плохая оценка от Бога человеку. И если Бог ставит мне такую же оценку, что бы я ни делал, любви не имею, я ничто. И как мы уже слышали, я повторюсь. Нам легче понять. Сюда прибегнем к математике. 2 умножить на 0. Сколько у нас результат? 0. Нет, давайте 5 умножим на 0. Это же больше. 5 умножить на 0 результат. А если 10 умножить на 0? Вы все-таки же больше. 0. Вот такой результат. Все, что не делай. И так обидно, когда столько много нужно потратить энергии. А если умножить на любовь, а у нас получается результат только 0? Это очень печальный результат. Нам любовь нужна друг к другу. Вот здесь в Евангелии мы читали, 35 стих еще прочитаем. Иоанна 13 глава 35 стих. То есть, когда 13 глава 34-35. Я читать буду только 35 стих. Потому что 34 мы читали. Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Как красиво написано. все будут видеть, а все равно будут видеть. Вы хорошо знаете, когда вот в семейной ячейке что-то у папы с мамой, а дети все видят. Если все хорошо, у папы с мамой и дети все видят. И так они хотят вот так и делать. А если плохо, они идут другим рассказывать. И так получается, что нам любовь друг от друга нужна, чтобы люди видели, чтобы они видели Иисуса Христа в нас. и любовь еще нужна, чтобы нам выжить. Вот в этой трудной жизни, когда тучи сгущаются над нами, столько нечистого, столько мерзкого, всякого такого разноцветного, которое больше увлекает людей. Нам нужно отношение даже просто, чтобы нам самим выжить. И еще хочу сказать, что если у нас любовь есть друг к другу, я не говорю, что у нас нету, я говорю то, что Слово Божие говорит. То очень многие вопросы решаются. Даже поправлюсь, все вопросы решаются. Когда мы имеем любовь друг к другу, все вопросы решаются. И еще, когда я доброе, или вы мне доброе сказали, я имею вдохновение, я буду делать много, то, что делал, я еще больше буду делать. Потому что я вижу отношение ко мне брата или сестры. Это настолько заряжает к доброму другого, ближнего, то есть брата моего. Когда мы вот в таком поощрении, когда мы вот такие добрые друг к другу. благослови нас Господь, чтобы мы обратили внимание и прославили Бога. Давайте помолимся. Аминь. Господи.